Мы хотим сказать огромное спасибо неравнодушным людям, благодаря которым этот мир становится добрее, а животные с несчастной судьбой обретают новые любящие семьи и шанс на счастливую жизнь. Одним из таких животных, который нуждался в помощи, был рыжий кот Честер. В приют он попал, когда был взрослым и у него были различные проблемы со здоровьем. И, к сожалению, не каждый захочет взять себе котика с проблемами. Но Честеру повезло. Он очень понравился одной молодой паре, которая решила непременно забрать кота к себе. И 30 января рыжий красавец обрел приемных папу и маму. Честера наблюдали ветеринары. Он передвигался с большими сложностями и нуждался в операции. Но хозяев не пугали эти проблемы. Они готовы были выхаживать котика столько, сколько нужно. Честер первое время только и делал, что лежал. Он не играл, не носился по квартире, как это делают другие коты. Кроме того, почти ничего не ел. Четыре месяца пара возила кота к ветеринару, но результат был незначительный. Пара решила обратиться на другому специалисту. Они рассказали о проблемах кота, которые возникли после того, как его сшибла машина. Ветеринар провел исследование и диагностировал у Честера диафрагмальную грыжу, для удаления которой потребуется длительная и сложная операция. Хозяева Честера поехали в Вашингтонский государственный университет, где согласились прооперировать кота. Операция прошла успешно, но котик чувствовал себя очень тяжело. Он был переведен в реанимацию на 6 дней, где пара навещала его дважды в день. Они хотели, чтобы Честер чувствовал, как они его любят. Хирург сказал, что травма у кота получена минимум за год до операции. В тяжелом состоянии он находился не менее 7 месяцев. Честер потратил последние силы, чтобы прожить это время. Ему было очень больно, поэтому котик будет восстанавливаться очень долго. В конце концов Честеру стало легче и заботливые родители смогли забрать его домой, где он медленно пошел на поправку. Оказалось, что в задней лапе пережата артерия и кровь не может туда поступать, поэтому требуется как минимум еще одна операция. Но денег на продолжение лечения уже не оставалось, поэтому молодая пара начала сбор средств для того, чтобы поднять Честера на ноги. Через три недели нужная сумма была собрана и кот отправился на очередную операцию. Ногу удалось спасти, но вот два пальца все равно пришлось удалить. После этого хозяева три раза в неделю перевязывали и обрабатывали конечность. Иногда Честер настаивал на самостоятельном лечении и вылизывал в прооперированное место, ведь всем известно, кошачья слюна обладает целебным действием, поэтому хозяева не препятствовали этой процедуре. Спустя некоторое время кот уже мог спать в любой удобной позе, а не только на животе. Сегодня Честер это веселый здоровый кот. Год спустя он бегает и играет, ничем не уступая своим собратьям. Он набрал два с половиной килограмма веса и теперь выглядит абсолютно здоровым статным котищей. Огромное спасибо вам добрые люди! Вы подарили Честеру настоящее счастье! Вы потрясающие! А вам спасибо большое за просмотр! До скорой встречи!